Три широкоугольных объектива компании, которая, по моему мнению, одной из лучших выпускает широкоугольные объективы, попали к нам на тест. Это 11-20, 11-16, оба 2.8 и 14-20 F2 с постоянной дыркой F2. Компания Takina. А эти объективы – новинки, естественно, на рынке, то есть они ожидаемые, они очень хорошие, по всем слухам, по всем ожиданиям, но чего они действительно стоят в реальной жизни? Давайте посмотрим. Один из наших телезрителей, Владимир, попросил меня сделать именно этот сравнительный тест по трем объективам – 11-16, 11-20 и 14-20. Это три стекла, которые были анонсированы буквально за последний год компании Takina, и на них, наверное, стоит присмотреться тем, кто занимается пейзажем и кто им увлекается. Это три объектива, сделанные под кроп, то есть под, как минимум, кроп 1.5 или 1.6, соответственно, Canon и Nikon, под зеркальные камеры. Три широкоугольных объектива, которые характеризуются высоким качеством изображения за счет того, что у них, во-первых, высокая светосила, 2.8 или 2, как в случае с 14-20, и более того, за счет этого у них довольно-таки крупный размер линз, и, естественно, они все тяжелые. Даже несмотря на то, что это кроп-объективы, у них габариты, в том числе и вес, такие, как имеют обычно полнокадровые стекла. Но в то же время, что я заметил при беглом осмотре этих объективов, это то, что они сделаны добротно, хорошо, то есть с одинаковым таким жестким качеством, у них ничего не люфтит, не болтается, и, естественно, металлический корпус, который является традиционным в данном случае, ну, естественно, когда вы делаете объектив под профессиональные нужды. Комплектация стекол совершенно одинаковая, коробка без чехла, бленда и две крышки. Сборка здесь достойная, на хорошую четверку, за что Токина, кстати, и ценится. Стекло, с которым уверен, что не разобьешь и не сломаешь такое брутальное мужское с хорошей резкостью. Размер светофильтров здесь, соответственно, в большинстве случаев 82 мм, кроме одного 11-16, который компактнее, поэтому имеет более традиционный 77 мм. Все объективы имеют встроенную влагозащиту и, как следствие, кстати, тугой зум. Кстати о резкости. Стекла только на самой открытой мягчат по краям. Стоит их умеренно закрыть до f5.6, уже резкие и уходит даже хроматическая аберрация. Очень хорошо, кстати, они передают объем и атмосферность, и для фото являются практически идеальными решениями среди кровов. Если, конечно, не говорить о скорости фокусировки. В видео они ограничены уже больше системой, то есть с последними кропами Canon будут иметь хороший автофокус в видео, а с Nikon'ами нет. Контрасты цветопередачи у стекол более чем достойные, и с хорошими руками они выдадут хорошую и правильную картинку. В контровом свете ожидаемо ловят зайчиков, правда не в том объеме, который ожидаешь. Сказывается все-таки количество новых технологий, которые уже включены в эти объективы. Давайте проверим скорость фокусировки простым сравнительным тестом. Закрываем объектив крышкой и нажимаем на клавишу спуска. При этом стекло ерзает с максимальной скоростью туда-сюда. Здесь же также служит мотор. Вот это, к примеру, 11.16. Это 11.20. А это 14.20. Подытоживаю все сказанное. Я хочу сказать, что все три стекла неоднозначные. Потому что прежде всего 11.20 это то стекло, которое я использую чаще всего. Потому что в путешествии, когда ты собираешься куда-то ехать, ты выбираешь то, что у тебя закрывает максимальный диапазон. То есть если ты ползешь куда-то в горы, ты хочешь взять стекло подлиннее, чтобы можно было снимать что-то крупно и что-то очень широко. То есть 11.20 здесь, наверное, вообще идеальный выбор. Тем более дырка 2.8 у него просто замечательно моет. Он хороший, но в то же время вот эта универсальность имеет свою цену. У него самые большие искажения на коротком конце. Это тоже ожидаемо, но тем не менее это правится в современных конвертерах. Пока, естественно, там нет пресетов под него, но в ближайшее время они появятся. А сейчас можно все это делать в ручном режиме. В принципе, проблемой не является. Второй объектив 14.20. Он очень светосильный и помогает действительно это при съемке в помещениях. Но лично я таких ситуаций, наверное, не видел. Он действительно резкий, он хороший, но он тяжелый, он большой. То есть из всех трех он, наверное, самый крупный, самый громоздкий. И, в общем-то, его не всегда с собой потаскаешь. Но это уже расплата за светосилу. В то же время у него самый медленный мотор автофокуса. И к тому же он свистит, что будет негативно влиять на видеозапись, если вы пишете звук с камеры. Хотя, честно говоря, я не знаю, кто из видеооператоров, по крайней мере, каких-то профессиональных людей, пишет звук на камере. Всегда звук пишется как-то с внешнего микрофона. Ну, примерно, как я сейчас. И третий объектив – это 11-16. Он мне понравился по качеству больше всего, потому что искажения у него минимальные. При том, что дырка 2.8 дает возможность снимать вам как в хороших световых условиях, так и в плохих. То есть он вам дает резкую картинку, ну, практически на любой диафрагме. В большинстве же случаев вы, естественно, будете пользоваться диафрагмами 4, 5 и 6, то есть которые дают вам действительно резкий кадр. Ну, и в тех случаях, когда надо будет вам использовать слишком длинные выдержки, вы, естественно, будете прикрывать еще сильнее. 11-16, понятно, что из-за того, что зум там самый минимальный, там и минимальные искажения. Он резкий, точно такой же веский, как и все остальные, я имею в виду два его собрата, но, тем не менее, он мне понравился больше. Но это уже рабочий инструмент. И давайте будем откровенны. Когда мы берем широкоугольный объектив, мы его берем ради короткого конца, то есть 12 мм, 11 мм, до чего вы можете подняться, до чего вы можете ухватиться, вы этим и пользуетесь в большинстве случаев. Потому что широкоугольным объективом можно снимать панорамы в один кадр. С современными матрицами в 36 мегапикселей, в 50 мегапикселей это совершенно проблемой не является. Единственное, что 36, 20 и 50 это уже для полного кадра. Мы не будем забывать, что это все три объектива для кропов. На кропе любой из этих объективов покажет превосходную резкость при любом разрешении. 16 мегапикселей, 24 мегапикселей, пожалуйста. Другими словами, вы просто подбираете инструмент под ваши задачи. Если вы никуда не ездите, если у вас есть возможность выбора объектив, естественно, 11-16. Если вам нужно снимать в темных помещениях, 14-20, пусть даже у него медленный автофокус. И 11-20 это тогда, когда у вас будет необходимость снимать где-то в походах, то есть тогда, когда вам нужно взять один объектив на все случаи жизни. Я хочу сказать спасибо компании Токина за предоставленные три экземпляра на тест специально для нас под наши запросы. И, естественно, сказать спасибо вам за то, что ставите лайки, комментируете и всячески реагируете на наши видео. Будьте позитивны, задавайте вопросы. Если у вас есть вопросы, начинайте их, пожалуйста, с плюс Сержа Самсонова. Я обязательно вам отвечу. Не забывайте, что у нас есть Инстаграм, у нас есть Твиттер и прочие средства связи, в том числе группы ВКонтакте и Фейсбуке. Пока!